друзья привет с вами за кадром станислав с магазина гироскутер shop сразу извиняюсь за качество съемки опять же без монтажа без нарезок без всего без ставок новиночку получили вот решили заснять видос и вам сразу же первым показать да что из себя представляет новинка от mini motors это speedway ledger новинка этого года буквально скажем так свежевыжатый только получили вот решили запилить видос такой небольшой вам рассказать и принципе показать его что на себя представляет какие характеристики у него да то есть принципе с вами сейчас пробежимся постараюсь более так подробненько вам рассказать о этом самокате итак давайте начнем на нас внешнего вида его внешний вид чтобы также бросается в глаза в первую очередь это диаметр колес колес идут 8 дюймов оба колеса пневматические надувные сразу видно что клиренс увеличился также у него мы принципе измерили полезную площадь если вы помните что также принципе линейки speedway f от mini 4 если взять да то есть в принципе у speedway f получается задняя часть немножко задрано передники немножко занижены да и так передняя часть клиренса полезной площади 10 сантиметров задняя составляет 12 сантиметров что говорить если говорить о дизайне также у нас изменил с вами дека если сравнить опять же ну не то что изменилось дать новую модель вообще в принципе я немножко его сравниваю почему-то со speedway mini 4 pro да кто-то может осудит но по характеристикам его да то есть чем-то он скажем так близок к нему и так дека стала достаточно широкой также у нас появилась здесь с вами подножка для ноги то что удобно в принципе для райдера на дальней дистанции так на покатушках кто катаясь тут понимает о чем речь идет если говорить о полезной а ширине деки куда-то здесь у нас с вами стала смыслами измерим принципе измерим посмотрим сколько она составляет но с вами с вами прям так 20 сантиметров у нас с вами и полезная площадь деки полезная площадь но полезная площадь 40 48 сантиметров 48 с половиной можно сказать достаточно достойно удобно комфортно немножко покатался на нем в принципе мне понравился стал интереснее более мягче он если сравнить опять же спидвай мини 4 pro да что извини изменилось также скажем так существенно от мини 4 стали фары более передним более крупнее задние стоп сигналы также стали больше давайте включим его сейчас бортовой компьютер стандартный как на спидвай мини 4 pro обновленных 19 года и на дуликах сейчас включим вот у нас получился фара освещения такие большие пары но конечно же если говорить об освещении в принципе особо они эффект не придали до с точки зрения практичности освещения дороги да там в темное время суток любом случае если ночью кататься или вечером то здесь нужно дополнительно пары вешать из теста да будет у вас освещение нормально тем не менее показываем что фары стали более крупные да то есть как мы с вами это видим по бокам у нас с вами идет освещение также стильно красиво чем-то напоминает спидвай 5 если помните только спидвай 5 это была проекция на на землю так удают нас освещала здесь я мини-мотр сделано с вами в деке по бокам снабжу спидвай и модель плейджи но с одной стороны и так же все дублируется другой стороны задний стоп-сигнал габариты тоже также заменились здесь у нас так по-прежнему с одной стороны осталась кнопка включения освещение выключения разъем для зарядного устройства для зарядки и заменить складной механизм как принципе у многих задаться вопрос да то есть скорее всего о том что изменили ли они что-то в этом потому что люфт на мин 4 pro это одна из скажем так существенных одних недостатков у спидвай мин 4 pro в принципе складной механизм он изменился в принципе как вот на спидвай мин 4 pro 19-го года самых последних поставках потом буквально наверное у нас с мая и вот сегодняшний день скажем тогда вот с мая месяца где-то мини-мотрс они начали составлять такие вот вставки тем самым скажем так минимизируя возможность появления люфта а раньше как вы помните здесь нас стоял продолжение складного механизма и и была такая резиновая вкладка резиновая прокладка точнее которую соответственно когда с вами раскладывали до щелчка да то есть она зажималась но со временем она притиралась и появлялся люфт чтобы его скажем так устранить один из элементарных способов конечно это банальных способов но тем не менее менялась эта прокладка более плотная и соответственно вас люфт пропадал но опять же пропадал там может быть на короткое достаточно время потому что резинка на опять же не прессуется и люфт опять появляется вот здесь у нас появился немножко такой вид изменен но все пока что это практика по катушке практика все будет все вести самокат рулевая колонка в принципе особо также без изменений немножко мне кажется пошире стал он роль также выдвижной ручки стандартные как у спидвей мин 4 pro с регулировкой возможно появление люфта то есть можно подтягивать спокойно система торможения осталась та же самая принципе барабанный тормоз репродуктивная система торможения также bs есть принципе здесь без изменений все то же самое как и на обновленных спидвей мин 4 pro что касаемо технических характеристик по характеристики по заявлению производителя здесь и мотор колесо пиковая мощность 1360 номинальная мощность мотора также по заявлению производителя 500 ватт поэтому принципе как-то вот такая интересная история вроде новый самокат сам по себе да но по мотору принципе как я понял исходя из информации что изменения не произошли на каждом не вскрывали мотором можно посмотреть будет потом дальнейшем скроем посмотрим что касаемо аккумулятора аккумулятора сам самокат нас идет 48 вольтовых на 15 6 ампер час аккумулятор аккумуляторы по заявлению производителя 18 650 элемент идут не lg то есть фирменные фабричные китайские элементы контроллер мы вскрыли посмотрели потому что самокат пришел с ограничением максимального давал 25 соответственно кто знает тоже соответственно многие mini motors приходят с ограничениями и поэтому вот мы вскрыли чтобы ограничение снять и посмотрели контроллер у нас с вами на 25 ампер так что вот так вот по мне честно я покатался от самокат понравился с точки зрения амортизации да то есть за счет надувных колес то что спереди сзади повторюсь надувные колеса но какой-то динамики я в нем не почувствовал поэтому будет очень интересно знаете сделать видос я думаю что мы следующий видос это сделаем затестируем его со спидвай мин 4 pro мне кажется как раз тут они одного уровня и интересно будет кто кого сделать скажем тогда то есть и как они будут ехать с места ну и набирать скорость опять же по заявлению производителя на максимальная скорость у этого самоката в районе 40 45 километров разгоняется и дистанция в районе 50 55 ну опять же мы с вами знаем что это средняя по средние параметры точнее пиковые параметры как заявляет производитель но опять же под нагрузка как будто ехать какая скорость и какая дистанция то покажут покатушки только покажет время поэтому тоже хотим замерить посмотреть скоб она реально разгонится вот и что на себя так представляет что также мне принцип понравился скажем так в этом самокате это заднее крыло сделано прикольно не очень низко если мы просто помню с вами спидвай мин 4 pro то у него крылось так достаточно низ опущено и тем самым при спуске из бордюров можно было зацепить его здесь при желании с большого бордюра тоже можно зацепить но тем не менее он сделан повыше и принципе выступ достаточно приличный тем самым скорее всего какая-то грязь или если по влажным асфальту будьте ехать капли брызги лететь на вашу одежду там не должна ну потестируем посмотрим что и как что сейчас самокат представляет самим интересно так что вот так вот друзья по комплектации самокат поставляется стандартно ничего нового и особенного у нас с вами идет комплекте к этому самокату зарядное устройство mini motors к на 2 ампера пакеты скрывать не будем стандартный mini motors кассина она знают также идут ключи ключи кстати старого образца не такие как на дуле ках если вы помните на новых поставок dual тронов то там уже обновленные ключи идут поэтому здесь вот такие ну так же мануал в комплекте и гарантийная сервисная книжка так что вроде все друзья в принципе основные момента кстати да питание но с вами идет смотреть провода про про то но с вами идет точно так же как принципе на мини 4 про ну честно по мне на самом деле очень очень чем-то схож на спидвэя повторюсь но со своими скажем так плюшками поэтому друзья спасибо за внимание не судите строго опять же за видос ним без монтажа без накладок без музыки без всего по-быстрому засняли показали вам новиночку ну а дальше следующий видос будем уже тестить спидвэй мини 4 про то что спидвэй леджер против спидвэй мини 4 про посмотрим кто из них быстрее скажем так по динамике и разгону старые добрые спидвэй мини 4 про либо новинка спидвэй леджер ну а с вами был станислав спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал вступайте нашу группу в instagram ставьте колокольчик следите за новостями за новиночками всем спасибо всем удачи пока